Эрдоган выступил против Путина. Турция почувствовала слабость России и поддерживаемые ею силы начали наступление в Сирии. Патриарх Кирилл готовит паству к мученической смерти. Говорит россиянам, ядерный апокалипсис не страшен. Он вам не Димон, а счастливый владелец новенькой яхты. Пока вы будете превращаться в ядерный пепел, Дмитрий Медведев спрячется на новой яхте. Вы будете шокированы? Дождитесь 30 ноября, суббота. Новости сегодня с вами Федор Шиленко. Поехали. Сирийские повстанцы вошли в Алеппо. Власти закрыли аэропорт, а также все дороги, ведущие к городу. Армия Башара Асада бежит и его бункерный подельник пообещал военную помощь. Бойцы оппозиции заявили, что эта кампания является ответом на усиление ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению Ведлибия, который контролирует оппозиция. Источники, имеющие связь с турецкой разведкой, сообщили, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению. Что происходит в этой горячей точке? И какая связь у происходящего с Россией? Об этом далее. Сирийские оппозиционные войска зашли в Алеппо. На первых кадрах, которые появились в соцсетях, противостояние со стороны армии диктатора Асада не видно. Алеппо – территория, на которой еще недавно российские военные тренировались сравнять с землей гражданскую инфраструктуру. Именно на сирийских спасателях армия РФ запатентовала свою тактику повторных ударов. В этом районе самая плотная концентрация российских военных баз. И одну из них, самую большую базу, 46 сирийские повстанцы уже контролируют. Эту территорию режим Асада контролировал благодаря военной поддержке России, Ирана и Хезболы. И войны, которые диктаторы спровоцировали в Украине и Израиле, подготовили благоприятную почву для противников Башара. Армия Асада сама как таковая ничего из себя не представляла, что и показали первые годы гражданской войны, когда она буквально начала рассыпаться под ударами повстанцев. Когда им на помощь пришли иранцы, Хезболла и россияне, режим Асада устоял. Там было сильное присутствие Хезболлы, довольно мощное, иранских подразделений из Ксира и россиян. Потом россияне часть своей группировки приличную вывели в Украину, иранцы там частью сильно пострадали от ударов Израиля, да, было выбито вот это руководство этой иранской группировки в Сирии, в частности, ликвидация генерала Захидии и так далее. И Хезболла была вынуждена приличную часть своих подразделений, отрядов перебазировать обратно в Ливан, потому что намечалась война с Израилем. Вот, которая для Хезболлы закончилась вот таким печальным образом. Поэтому, конечно, его военная мощь ослабла очень сильно. Повстанцы, все это время контролировавшие вот эти территории в провинции, видимо, усиливались с помощью того же Эрдогана, наверное, я не знаю, кто им помогал, где-то они вооружались. И вот они сейчас, после завершения боевых действий в Ливане, когда они, по всей видимости, убедились в том, что Хезболла уже совсем не та сила, с которой они имели дело когда-то, там, на заре гражданской войны, решили взять реванш. Боевые действия, которые вспыхнули в Сирии впервые за последние 4 года, поставили Путина на растяжку. Его давний друг Башар Асад, как сообщают СМИ, срочно вылетел в Москву, чтобы выпросить у Кремля помощь. И теперь российский диктатор стоит перед выбором интересы в Сирии или Украине. Я думаю, он там на коленях будет стоять, лишь бы Путин сейчас его вытащил и спас. Потому что сам он не справится, это исключено. Но, как назло, у Путина сейчас, вы сами знаете, огромные проблемы. Украину лупят по складам и всяким важным стратегическим объектам, дальнобойным оружием. Личного состава для штурмовых подразделений российской армии отчаянно не хватает. Туда в штурмовики записывают уже всех подряд, начиная от подводников и заканчивая летчиками. Но все равно мало-мало-мало людей не хватает. Об этом пишут все российские военкоры, жалуются, говорят, что некому идти в атаку. На последних, так сказать, когтях, на последних ногтях цепляются. Бронетехники россиянам тоже не хватает. А на носу, как мы все знаем, инаугурация Дональда Трампа, который обещает остановить войну в Украине по линии фронта. А линия фронта Владимира Путина сейчас не устраивает категорически. Ему нужно гораздо больше захваченных территорий. Поэтому он не может просто взять и оторвать войска и технику с украинских фронтов, чтобы отправить их сейчас на выручку его товарищу в Сирию. Ну, это приведет к краху всей его, так сказать, украинской затеи. Но дать погибнуть самому своему, извините, корешу, самому главному, самому верному своему другу, своему сирийскому союзнику, своему выходу в Средиземное море и на Ближний Восток, он тоже не может. То есть у него две такие невозможности столкнулись перед ним. В Иране в эскалации обвинили США и Израиль. Известно, что сирийских оппозиционеров, которые пошли в наступление, поддерживала ранее Турция. Раджеп Ардаган, друг Трампа, недавно предложил свой план так называемого перемирия в Украине. Но в Москве его предложения категорически отвергли. Насколько я понимаю, с Эрдоганом там разговоры в нынешней ситуации для Путина может быть только с той точки зрения, что он может дать Эрдогану, не влиять на него, не дави, а что он может ему дать взамен на то, что Эрдоган там отзовет своих прокси. Вот так это примерно выглядит. Потому что Эрдоган, сейчас у него позиция в сравнении с Путиным, это совершенно выигрышная. Поэтому я не очень понимаю, каким образом Путин может воздействовать на Эрдоган. Не думаю, что у него есть какие-то инструменты. Это он зависит от Эрдогана, а не Эрдоган от него. Это через Турцию идет параллельный импорт, через турецкий банк там прокачиваются деньги, через Турцию там идет какой-то газ. Каким образом Путин может влиять на Эрдоган? Войной ему угрожать, что ли? Ну это уж совсем смешно. Пока неизвестна, конечно, цель сирийских повстанцев, которые заявляют, что это лишь первая волна запланированной спецоперации. Для всего мира ситуация в Сирии – это пример того, что замороженный, но нерешенный конфликт рано или поздно возобновляется уже с новой силой. Впервые противники режима Асада используют в боях БПЛА. Бункерный злодей вышел на новый уровень угроз. Великий и ужасный Пу теряет аудиторию. Его перестают бояться, и он в истерике пустился во все тяжкие. И уже открыто пугает Украину ядерными ударами. Киев за три дня – короткая специальная военная операция, затянувшаяся на три года. И приведшая к колоссальным потерям. Где милитаризация и деноцификация? Где все это? Где жесткий угрожающий тон и страшный оскал? Полководец, который за короткое время умудрился привести свою вторую армию к 200-й, нынче опустился до того, что стращает безъядерную страну ядерным оружием. И просит помощи у Северной Кореи. На саммите стран ОДКБ в Астане ядерный террорист заявил, что генштаб и Минобороны РФ подбирают цели для новых ударов баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные боеголовки. Ими могут стать центры принятия решений в Киеве. Детальнее о новых агрессивных заявлениях военного преступника далее. Государственный визит бункерного Путина в столицу Казахстана. Дружба народов не просто слова. Дружба народов навеки жива. Дружба народов счастливые дети. Казахстан и Россия. Друзья навсегда! Огромные баннеры ваше превосходительство. Господин Владимир Путин, добро пожаловать в Астану. Триколор на улицах и он же в небе. Однако после торжественных речей и пышных церемоний что-то таки пошло не так. У нас здесь произошел случай. У нас выбило проводку. В связи с тем, что экран работал статично. То есть в одной картинке. И белый фон, он получается побольше. Больше на себя брал электроэнергию. Из-за этого у нас проводка и автомат отключился. И вот эти две линии. Впрочем, сейчас не об этом. Данный визит, как и все последние выступления диктатора, ознаменовался очередным шквалом угроз в сторону Украины. Мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием. Это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны. Ну и куда же без восхваления российского металлолома? Как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты, где падали и какие были последствия. Но этого оказалось достаточным, чтобы целые озера образовывали. Также здесь и поражение, значит, очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы и поражаются объекты, находящиеся на глубине там трех, четырех, а может даже больше, этажей вниз. Причем не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Вот сила удара колоссальная. В ходе саммита УДКБ в Дворце независимости Астаны Путин особое внимание уделил рекламе своих ракет, продемонстрировав всему миру готовность убивать и разрушать. Я сказал, что сегодня, значит, они получили ответ на протяжении двух суток примерно. Наши вооруженные силы наносили ответные удары, а сегодня он был достаточно комплексным. 90 ракет было использовано в ударе и 100 беспилотных ударных аппаратов. То есть поражено было 17 объектов на территории Украины. Кроме того, Путин анонсировал продолжение испытаний и усовершенствования аналоговнетной ракеты «Орешник», которая, по его данным, имеет температуру поражающих элементов 4000 градусов, что практически сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Не знаю, в интернете можно посмотреть на территорию поверхности Солнца. По-моему, 5,6-6 тысяч градусов сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. По словам диктатора, минубийство Российской Федерации и Генштаб уже «подбирают цели» – это цитата «для поражения орешникам территории Украины» и оценивают целесообразность нанесения ударов под тем или иным объектом. Наносить удар с гиброзвуковой ракеты по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки палить по воробьям. Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Он также заявил, что если РФ нанесет массированный удар орешникам, его мощность якобы будет сопоставима с ядерным оружием. Если применять его в несколько таких систем в одном ударе, сразу использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Сегодня в течение дня все возможно. К слову, Путин намекнул, что орешник, якобы превосходящий любые существующие аналоги в мире, может быть задействован и в рамках гарантии безопасности России и ее союзников. У нас оружия достаточно, хотя, конечно, я понимаю, мы все отдаем себе в этом отчет, что появление такого оружия, как орешник, оно укрепляет военные позиции России, потому что это, ну, чем я там, прямо скажем, это не ядерное оружие, а результаты его применения и мощность, особенно если в одном ударе несколько комплексов использовать, я уже об этом сказал, такие же, как применение ядерного оружия. Впрочем, оды межконтинентальной баллистической ракете, которой Российская Федерация уже наносила удар под Днепру, длились около получаса. Однако параллельно с этим Путин оценивал и мощность российских войск, которые, по его словам, имеют невероятные успехи на линии фронта. Российская армия наступает, уверена на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения, я думаю, что так и будет. Постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас. Очевидно, общее настроение визита – это очевидная демонстрация силы и готовности России отстаивать свою позицию как в рамках ОДКБ, так и в глобальном масштабе. Гундяев готовит паству к смерти. Патриарх Российской Православной Церкви Кирилл заявил, что не стоит нагнетать страх вокруг ядерного оружия. Поскольку христиан не пугает конец света. При этом он добавил, что это не означает, что мы должны сидеть сложа руки. Напротив, наше земное призвание быть воинами, господа. Противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, заявил Кирилл. Детали очередного мракобесия от путинского прихвостня прямо сейчас. В Российской Православной Церкви снова заговорили о ядерной войне. Патриарх РПЦ Кирилл отличился заявлением о том, что не стоит нагнетать страх вокруг ядерного оружия. Поскольку христиане не должны бояться конца света. По его словам, нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Как отмечает глава секретариата съезда народных депутатов Ольга Курносова, факт того, что в Церкви поднимают тему ядерной войны, неудивителен. Еще со сталинских времен РПЦ использовали для распространения пропаганды и выгодных Кремлю нарративов. В Путинской России, где идеологии на самом деле нет, такой роль почти главного идеолога мне пытается играть русская православная церковь. И тоже понятно, почему. Путин все время говорит о продвижении традиционных ценностей. И для этого, конечно, ему нужен такой партнер в этих разговорах, в оболванивании людей, как русская православная церковь. Ну и, соответственно, почему я вспомнила сталинские времена, потому что еще с тех времен РПЦ находилась под контролем как коммунистических органов, так и ФСБ, КГБ тогда еще. Ну и сейчас, соответственно, полное проникновение спецслужб в РПЦ остается. Патриарх Кирилл неоднократно оправдывал вторжение России в Украину. Он призывает к молитвам за кремлевского диктатора Владимира Путина и обещает оккупантам вечную жизнь. А саму войну России против Украины патриарх РПЦ называет священной. Ольга Курносова отмечает, что действительно верующие в Бога люди понимают абсурдность подобных заявлений. Те люди, которые религиозные, они предпочитают вести диалог с Богом напрямую, а не через русскую православную церковь, потому что та церковь, которая призывает к убийствам, очевидным образом утратила последнюю связь с христианством в принципе. Поэтому, конечно же, я бы не сказала, что РПЦ сегодня – это эффективный инструмент. Просто других инструментов нет. При этом взамен на такое служение РПЦ получает множество ресурсов, среди которых не только огромные деньги, но и передача в собственность церкви исторических зданий. Напомню, что был большой скандал при попытке передачи Исаакиевского собора в Петербурге в руки православной церкви. И тогда жителям города удалось состоять Исаакиевский собор. Ну а в остальном это и невозможность беспошлиной торговли, в первую очередь алкоголем и сигаретами, что, видимо, особенно соответствует христианским ценностям. Ну и просто напрямую бюджетные средства. Ольга Курносова отмечает, что верховная иерархия РПЦ – это очень богатые люди. Несмотря на то, что такое поведение российских священнослужителей противоположно христианским ценностям. Такие верховные в религиозной иерархии люди, как патриарх, они должны быть монахами. А у монахов не должно быть вот всех этих мирских, мирского богатства. Поэтому сама РПЦ сегодня абсолютно антихристианская, антиправославная конструкция. По мнению Ольги Курносовой, со временем влияние церкви на россиян будет ослабевать. Для россиян в основном это лишь обряд. И то, что человек иногда сходит в церковь на большие праздники, не делает его религиозным. Поэтому россияне в своем большинстве абсолютно не воцерковленные люди. И при той РПЦ, которая есть, конечно же, ее влияние будет только ослабевать. Более того, на мой взгляд, без серьезного реформирования РПЦ как институт не сохранится на долгое время. Так что она, безусловно, нуждается в реформации. Ольга Курносова отмечает, что реформы в РПЦ возможны только после падения путинского режима. Однако для серьезных изменений нужна не только смена власти, но и священнослужители, которые не утратили связь с Богом. Но сейчас РПЦ – это загнивающая ветвь православия. Он вам не Димон, неуклюжий, укоротитель зеленого змея, решил оседлать новую яхту. Всадник апокалипсиса, угрожающий разбомбить Лондон, похоже, сам умирать не собирается. А собирается жить в свое удовольствие. Президент на заменах и ненавистник всего западного, и в особенности всего британского. Дмитрий Медведев купил себе новую яхту. Причем купил не где-нибудь за Уралом, а именно в Британии. Это он вам, наивные россияне, рассказывает о загнивающем западе, торпедировании с арматами британского острова и о принятии мужчинической смерти за русские скрепы. Для себя Алкадимон избрал другой путь – роскоши и земных удовольствий. А как иначе, столько, сколько они украли вместе с Путиным, ему и до конца жизни не потратить. Великобритания – одна из самых ненавистных Дмитрием Медведевым стран. Именно ее запойный Димон постоянно вспоминает в своих неполиткорректных высказываниях в соцсетях. Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобятся. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Вот только всеобъемлющая показательная нелюбовь Медведева к англосаксам не распространяется на британские яхты. Как удалось выяснить нашим коллегам-журналистам, пока одной рукой зампредсовета безопасности РФ строчил грозные твиты в интернете о скорой кончине Туманного Альбиона, другой стыдливо отсчитывал британцам деньги за новенькую игрушку. Всего за несколько месяцев до этого в Россию прибыла яхта под названием «Харри Апп», произведенная в этом же году на верфи «Принцесс Яхт» в английском «Лимуте». Ее стоимость около 4,3 миллиона долларов, чуть менее полумиллиарда рублей по действующему курсу. Согласно имеющимся у журналистов-расследователей таможенным данным, посредником при доставке новой яхты Медведеву выступила российская компания «Прокладка», а получателем судна стал фонд поддержки национальных морских программ. Последний, согласно отчетности, в 2023 году получил щедрое пожертвование на сумму в 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на это, у фонда отсутствует даже собственный сайт. Чуть ли не единственное упоминание деятельности «Медведевской шарашки» в СМИ – заметка о гуманитарной помощи херсонской молодежи. Тогда с барского плеча фонд зампреда Совета безопасности РФ передал нуждающимся целый лодочный мотор для спасательного катера, 10 одноместных и двухместных каяков, 5 досок с парусами для виндсерфинга и весла со спасательными жилетами. На оставшиеся после помощи херсонским виндсерферам деньги фонд поддержки национальных морских программ, похоже, решил поддержать лично «Медведева», приобретя ему на пожертвование новенькую яхту в Британии. Загнивающий Запад, он так ненавистен, что очень хочется часть его иметь у себя. Те, кто богатели и богатеют, те, кто у корыта находятся, те, по большому счету, видят свое будущее и свое имущество за пределами Российской Федерации. Ядерная пугалка, которой он регулярно пользуется, это все вранье, потому что и его имущество, и родственники, и близкие, не только его, они дети российских вельмож, они живут в Лондоне, в Париже, где угодно, по тем местам, куда собирается горячая голова товарища «Медведева» запустить ядерные ракеты в свое время. Поэтому это вранье. К слову, купленная накануне британская яхта не единственная во флотилии «Медведева». В 2023-м для него в РФ было доставлено еще одно судно за 5 миллионов долларов. Под каким флагом ходит яхта? Кажется, это флаг Мальты. Нет, это не флаг Мальты. Дмитрий Медведев плавает под каким-то другим непонятным флагом, в уголочке которого британский флаг. При ввозе в документах в качестве ее получателя фигурировал капитан судна Анатолий Наумов. Но когда журналисты связались с ним под видом таможенных инспекторов, он признался, яхта принадлежит лично Медведеву. Вельможа могут все. Ну вот мы и наблюдаем, что одни не знают, где масло купить, а другие не знают, куда деньги потратить. Зачем невыездному и подсанкционному Медведеву сразу две яхты – вопрос открытый. Стоит заметить, он никогда не тяготел к такому виду роскошного отдыха. Однако, как считают аналитики, вопрос тут не в предпочтениях, а в обычных понтах. Здесь можно найти сложный ответ, а можно очень простой. Потому что у пацанов есть, и у меня должно быть. Ну, у них же такое восприятие вот таких маленьких хапух, которые выросли здесь и в прямом смысле, он не сильно высокий, да, и в переносном смысле. У них ценности одни и те же остаются. Надо, чтобы было лучше, чем у других, или хотя бы было то, что есть у каких-то авторитетов. Стоит признать, российские олигархи с начала полномасштабного вторжения в Украину обзавелись солидным парком морских судов. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов долларов, что еще раз доказывает, как сильно кремлевские толстосумы хотят походить на Запад, пользуясь его благами и по возможности тратить честно наворованное, отдыхая на британских яхтах, желательно у берегов Испании, с бокалом любимого итальянского вина. Падок на такой образ жизни и сам Медведев. Отсюда и тяга к заморской роскоши, которую он так показательно ненавидит на публике. По заветам Путина грузинская мечта жестко разогнала оппозиционный митинг. В сети появились кадры избиения демонстрантов Грузии, силовики избивали митингующих ногами, не жалели даже лежащих на земле женщин. После всех этих кадров правящей грузинской партией пора уже сменить название. Им явно больше подойдет кремлевская мечта. На этот момент у меня все, но уже через пару часов не пропустите выпуск в тренде, там будет еще интереснее и познавательнее. Еще больше новостей из Королевства Кривых Зеркал. Это нельзя пропустить. Как Путина унизил Таркаев во время его визита в Казахстан, а Эрдоган слил Западу аналогов нетную российскую ПВО.